Всем привет! В этом видео приглашаю вас в рум-тур по маленькому домику Тинни Хаус. Длина этого домика 14 метров. Этот домик изготовлен полностью руками одного молодого бельгийского парня. Он изготавливает мебель и с недавних пор занимается изготовлением домиков Тинни Хаус из контейнеров. И мы его сняли на пару ночей. И я была приятно удивлена, когда все это увидела собственными глазами. И сама здесь пожила, и поэтому решила снять вот такое вот видео. Все, всем приятного просмотра! Так, вот я. Мы подошли с вами к домику. Я открываю его. И мы заходим в этот Тинни Хаус. Так, и сразу говорю, что тут небольшой беспорядок, потому что мы сейчас тут находимся. Две ночи. И все раскидали. Так, значит, мы сюда с вами заходим. Тут, во-первых, получается, что два входа. Сейчас покажу сначала через вот этот мы вошли, который вы только что видели, да? Вот. Вот, получается, вот такой диван. Я на нем, кстати, ночью сегодня спала, потому что было жарко в спальне. Вообще нормально спала. Далее. Здесь... Ой, вы сами видите, что такой шкаф, телевизор. Значит, все шкафы... Парень этот сделал сам. Вот с такими открывашками нажимаешь, и дверька открывается. Все-все-все-все, это сделал он сам. Материал самый простой. Вот эти полочки, а его мама здесь на красоту. Да. Так что, едем дальше. Значит, этот стул не должен быть здесь стоять. Мы его сюда поставили, потому что он почему-то спальна стоял. Вот здесь вот такая печка. Это, видимо, на зимние периоды, осенние. И к ней прилагаются вот такие вот... Господи, как называется-то? Сжатое дерево. Кстати, я таким своим кроликом туалет заполняю. Ну, вот так и так эту печку топишь. Далее. Здесь, получается, тоже шкаф с вешалками. И внизу тоже шкаф. Посмотрим на всякий случай. Вот шкаф. Далее. Получается, что здесь дверь. Дверь. Если вы заходите через эту дверь, то, получается, вы попадаете сразу на зону кухни, а слева зона отдыха. Это если вот этот вход закрыт, да? Так, зона кухни. Смотрим, что у нас здесь есть. Тоже все сделано из дерева. Вот это все, это он делал сам. Вот эта дверь почему-то не открывается. Это также открывается здесь всякие уборочные принадлежности. Значит, плита у него вот такая. И вытяжка сразу в центре плиты. Мне кажется, для Тинни Хаоса могло бы подойти две конфорки. Но вот он почему-то сделал на четыре. Очень милейшее радио. Слушала голландские песенки нитерландские. Далее, стеклопакеты. Стеклопакеты, все окна все есть черных стеклопакетов. Я думаю, он их заказывал, но устанавливал сам. Значит, здесь тоже полочки. Вот эти уже полочки открываются вот так вот. Обычные шкафчики. Вообще, этот парень, он занимается заготовлением мебели. У него есть какие-то клиенты очень люксовые, дорогие. Но вот на это ему не хватило денег. Он в Тинни Хаоса не очень хороший. Все остальное просто шикарно. Так, кран, воду он сюда вывел. Но мы помним, да, что это нетипичный Тинни Хаос, который с водой. Это не просто в лесу стоит, а на участке. Далее. Что у нас здесь? Здесь тоже полок. Полок вообще столько, что можно сойти с ума. Микроволновка, кофемашина. Кстати, не было чулочка для чая. Я всегда беру с собой. Полки. И еще вот такая полка. И здесь он все это разветвел. Вернее, у него здесь каста с электроэнергией. Шкафчик с электроэнергией. Потолок подвесной вот с такими вот лампочками. Может быть, сейчас ставлю, как-то цвет переключается. Дальше мы попадаем на зону, где покушать. Маленький такой уютный холодильник. Красивый тоже подтонт сего интерьера. Стол барный, а-ля барный. И вот такое вот окно с панорамой на соседе. Шторкой можно закрыть, окно тоже открывается. Вот. Тут также такие же шкафчики. Они не обработаны. Знаете, такое не очень приятное ощущение. Но я думаю, у него просто не хватило времени. Он сказал, что за две недели, вы у него уже третий. Только две недели добавил свой домик на R&B. И люди сразу набежали. Дальше мы с вами попадаем в пространство. Кстати, у него такая вот идея, да, выдвижной двери. Вот эта дверь. Дверь это антика ретро или что-то такое, я уверена. Сейчас покажу. Но очень стильно смотрится с этим всем со всем. Видите, как еще ручки не приделаны, чтобы удобно было открывать-закрывать. Ну, в общем, он так как-то сделал. Значит, мы попадаем в такую зону. Здесь у нас что? Мы видим душ. Представляете, он все сделал сам. Мне просто вообще обазала. Вот, получается, здесь душ вот такой. Вода. Вода стекает в канализацию, которую он подсадил, наверное, к своему дому. Далее. Кра. Здесь мы чистим зубы. Зеркало я. Какие-то полочки. Вот еще полки. И вот это тоже все полки. Стиральная машина нет. Просто полки. Ну, столько полок. Ну, просто. Я не знаю, что тут все складировать. И вот такой пол. Такой дизайн. Значит, тут дерево. Здесь вот эта плитка. Я не поняла, это плитка фейковая или вот это, скорее всего, наверное, не настоящая. Такие, как и здесь, такие панели. Но смотрится очень приятно, очень хорошо, кстати. Итак, и про туалет. Туалет здесь, ну, как, в моем детстве, ну, лучше. Сейчас открою, не пугайтесь. В общем, у нас стильный. Он даже под цвет всего подходит. Значит, туалет, а даже есть какая-то марка. Вот это вот, Труболо. Значит, в туалет ходите вот сюда по-большому, вот сюда по-маленькому. Закрываете. В туалет, значит, выносите это. Сначала тут писаете. Там накопилось. Достаете вот такую флягу. И ее выносите. Если вы по-большому пошли, там тоже есть такое отдельное отделение, вы столько что видели. И тоже потом это выносите. Засыпаете вот этими опилками. И, как дело сделали, засыпляя спилками, по идее, в эту пакетку отнесли в зеленый контейнер, как здесь говорят, да? Ну, в общем, мы пока не пользовались. Наш сын пользовался. Но хочу сказать, когда поднимаешь, такой запах вот какой-то вот дерево, какой-то, ну, не прям неприятных отходов, да, биоотходов. А смесь какой-то вот уже как будто состарившихся опилок. Ну, не могу сказать, что очень приятно. Ну, ну, вот так вот. Ладно. Чего про какашки говорить? Далее мы, это еще не все. Дальше здесь у нас тоже окно вот такое. Суши, как это, вешалочки для сушить. Не хватает здесь крючков. Иногда вот мне хотелось, например, свое платье просто повесить на крючок, а не развешивать его вот так, допустим, да, ну, можно в шкафу, но иногда в доме. Далее мы попадаем в спальню, сорян, но здесь немножечко, как будто тоже включается свет. Вот такая вот спальня. Погрометите тут прибежали. В общем, получается, здесь двуспальная кровать, здесь, получается, тут тоже полка под кроватью. Я не помню, по-моему, открыл я это или нет. В общем, там, наверное, тоже, скорее всего, какое-то пространство. Здесь пространство, эти шкафы. Здесь шкафы. С ума сойти. И принес нам еще матрасик, типа, чтобы наш ребенок здесь спал. Но здесь так очень пахнет таким сухим деревом, что все ночи у нас было вот это окно. Это тут тоже окно с этой шторкой, да, подвесной потолок. Приятный свет. В общем, мне было сложно здесь спать. Как-то вот сухое очень это дерево. Ну, в общем, я спала, поэтому, да, стены. Так что вот так вот. Если хотите, еще пробежимся по всему. И я потом еще смонтирую красиво отдельные детали. Получается как-то вот так. Очень стильно, очень уютно, очень классно. Майкал. 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 Все. Всем пока.